Хочешь узнать, сколько за один прием пищи усваивается грамм белка? Смотри внимательно. Есть мнение, что за один прием пищи усваивается всего 30 грамм белка. Я считаю, что это большая ошибка. Белок усваивается больше. Сейчас объясню почему. Хотя пишут в статьях, что провели исследование, провели научные исследования медики, что 30 грамм белка усваивается за раз. И нет смысла есть большие порции белковые, потому что все это вылетает в трубу. Давайте разберемся с точки зрения биохимии. Я не нашел ни в одном источнике, именно медицинском источнике. Я редко читаю всякие статьи на интернет-порталах. Я теперь редко очень читаю спортивные журналы, такие как «Сила и красота», если они есть еще. Я стараюсь читать медицинские научные труды. Я не нашел ни одного источника, где бы говорилось, что в нашем кишечнике есть какой-либо механизм, который при поступлении белковой пищи, он бы отмерял 30 грамм, усваивал, а остальное выводил наружу. Нету такого механизма. Вот вдумайтесь, как он может взвесить только 30 грамм, усвоить, а остальное вывести? Нету. Фактически весь белок, то есть все аминокислоты, они впитываются в кровь. То есть поступают у нас в кровь. Органом выделения у нас являются почки. То есть фактически можно тогда сказать, ладно, поступили в кровь, но почки весь белок выведут, ненужные там выведут. Тоже неправильно. Если почки выделяют белок, то есть азот, то это уже называется пилонефрит. Такое заболевание, когда почки фильтрируют белок, то есть его выводят. Это значит, вам надо сразу же бежать к врачу. Наши почки не должны выделять белок в мочу. Тогда они считаются здоровыми. Именно поэтому, смотрите, механизма в кишечнике нет, который отсекает 30 грамм и все выкидывает. Почки у нас все усваивают, потому что они у нас, я думаю, здоровые. Белок не выводит, азот не выводит. Значит, все аминокислоты, которые поступают с пищей, то есть с белковой пищей, организм усваивает, эти аминокислоты попадают в кровь и работают для наших нужд. Пусть то там синтез белка, построение мышечной массы, либо укрепление иммунитета. Вот и все. Есть еще считается такое мнение, что избыток белка может привести к пилонефриту. То есть к белковому пилонефриту такое заболевание, это когда вы просто тонны белка едите. Значит, этот факт подтверждает, что действительно в кишечнике нет такого механизма, который выкидывает ненужный белок. Значит, если вы слишком переедите белок, вы посадите почки. Но это нужно до 10 грамм белка на килограмм веса тела кушать. Значит, весь протеин, который мы потребляем, он усваивается организму. И неважно, 30 грамм поступило за один раз, либо 100 грамм. Согласны? Поставьте свой коммент. Лично я, когда раньше тренировался, заметил, Я потреблял белок порциями по 100-90-100 грамм. Отлично шло. Все усваивалось, мышечная масса росла. Ну, такими мелкими порциями в 30 грамм, ну это не серьезные ребята. Если у вас вес, конечно, 50 килограмм, ну да, 30 грамм за один раз можно принять. Но если у вас мышечная масса выше, то 30 грамм, ну это детская доза. Понравилось видео? Хочешь получать такие видео уроки постоянно? Кликни по ссылке внизу и подпишись на мой курс.